Во время вебинара задали вопрос в фейсбуке на моей странице Дуйко Кайлас Ирты. Там задали вопрос, почему школа имеет название Кайлас? Был ли я на горе Кайлас и услышал ли я там свои коды или свои учения? Я хочу вам ответить. Рядом с горой Кайлас я был, находился я там как турист. Сколько раз? Несколько. Поеду ли я туда еще раз? Нет. Почему? Мне не понравилось. Почему? Холодно, люди бедные. Мне не нравятся такие страны, у которых очень низкий уровень жизни. Я не люблю Африку, я не поеду никогда. Мне не нравится Египет, потому что очень низкий уровень жизни. Мне не нравятся определенные страны. Мне нравился когда-то, очень давно Лимассол, я туда летал. Сейчас мне не нравится, потому что уровень жизни упал. И, конечно же, совсем отсталые страны. Даже в случае, если там тепло, посещать их неинтересно и мне не нравится. Я считаю, что Тибетский автономный округ это страна в составе Китая. При этом сам Китай живет, в общем-то, неплохо. А вот Тибетский автономный округ, в общем-то, и не сильно хорошо. И холодина, эти камни, особого почувствовать ничего невозможно. Почему же я назвал школу Кайлас, школой Кайлас? Дело в том, что сама гора Кайлас, она не называется Кайласом, она называется Кайлашей или Кайлашем. Даже в русской транскрипции используется слово Меру или слово Кайлаш, если быть правильным. Впервые Кайлас, как бы, было сказано о некой стране. Это было сказано Шиве Пуране, по-моему, Шиве Пуране, в рассказе, где Шива говорит своей жене про Вати, следующие слова, в мире богов, на самой вершине прекрасной страны богов Кайлас появится обитель абсолютно чистых, абсолютно добрых и абсолютно счастливых людей. Задачи, которых будет наслаждение жизнью, наслаждение друг другом и наслаждение цветами мира, который под их ногами будет располагаться. Когда-то, когда я это читал, я был еще очень маленький, я не знаю там, где я это вычитал, но на меня настолько это повоздействовало. Когда я открывал школу Кайлас, то одной из моих задач, которую я ставлю для себя как ключевую задачу, это создание некого морального, может быть, виртуального, в дальнейшем, возможно, даже и физического образа страны. Образа страны, где, по моему мнению, могут люди жить совершенно по-другому. То есть, где будет контролироваться, где люди не захотят врать, где люди будут заниматься эзотерикой профессионально. Я эту страну, возможно, и не построили, и не создам, но зато я буду тем человеком, кто когда-нибудь об этом начнет говорить. Мне очень симпатичен Джак Фрески. Но при этом он часто говорил такие слова о том, что он не верит в эзотерику, при этом не объясняя, почему именно ему дали возможность или выделили большое количество денег на создание сферы. И там много таких вопросов, то есть он так и не объяснил, почему именно с ним это произошло. То есть он говорит, это я сам сделал и так далее, но не договаривает он на самом деле. Почему, Илья? Какое самое основное доказательство эзотерики? Эзотерика это наука о везении. Получается, в мире, в котором находится 2 миллиарда человек, я если честно не знаю, сколько людей, вы извините, не готовы к этой информации, но много, наверное. Наверное, очень много. Итак, в стране, в которой живет огромное количество людей, в странах или в мире, где живет огромное количество людей, в процессе конкуренции у человека не может быть шанса. Какого? Никакого. То есть он не может добиться богатства. Обычно это так и происходит. Мы, посмотрите на своих соседей. Обычно люди не могут стать более богатыми, люди не могут стать более, там, вот смотрите, у одних есть магазин, он хорошо торгует, в центре находится. Почему? Им повезло. Вот я когда у них спрашиваю, почему, что с вами, да нам повезло, получили этот магазин. А почему им повезло? Дело в том, что понимание, почему везет, это дает эзотерика. Если человек будет конкурировать просто в мире материальном, то он не сможет конкурировать, так как ему нужно быть более молодым, более сильным, более богатым, более, я не знаю, каким там, как это на русский перевести слово хуцпа, наглым и так далее. То есть вот это все он должен уже иметь. И он должен иметь это максимально проявляя в окружающем мире, то есть силу, дерзость и так далее. И при этом еще и бесстрашие, там, без сомнения совершать какие-то шаги и так далее. Ну и при этом ему придется конкурировать с законом и так далее. Но есть другой вид конкуренции, он называется эзотерический. То есть в эзотерическом мире есть другие законы. И в этом мире, в случае, если человек начинает тоже так же развиваться, то в этом мире, где мало людей, которые работают в эзотерикле, которые знают ее, и в случае, если они там начинают создавать что-то, то там тоже есть конкуренция. Она очень влияет на материальный мир, делая человека успешным, делая человека здоровым, делая человека молодым, делая человека там ярким, делая человека еще каким-то. Именно поэтому я обычно говорю, необходимо заниматься эзотерикой. Ну и еще раз хочу вам сказать, что эзотерикой я бы хотел, чтобы занимались конкретно моим направлением, моей эзотерической школой. Как необходимо это изучать? Проходите ступени школы. Начните не с кодов, не с мантр и шумов. Начните проходить ступени школы. Вслушивайтесь и пытайтесь ощутить или понять ту философию, которой я делюсь. Эти механизмы, они очень просты к восприятию. Но без этих механизмов, как я рассказал ранее, невозможно видоизменение человека. Если человеку некогда, если человек там торопится, ему необходимы деньги, то тогда он конкурирует материально. Человеку нужно успокоиться, изменить свое мировоззрение, поменять свое восприятие мира и после этого у него будет получаться. По-другому он станет более везучим. А эзотерика, моя эзотерика, которую я сейчас называю магией, она связана с элементами обретения тайного знания, которые расширяют возможности человеку быть просто везучим человеком. Вот и все.